Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Умин Антон. Рад всех приветствовать. Помашите мне рукой, пожалуйста, кто под СПО понимает не только свободное программное обеспечение, но еще и среднепрофессиональное образование. Да, да, да. Отлично. Я надеялся, что будет людей больше, но есть сколько есть. Итак, у нашей команды опыт достаточно интересный. Мы начали когда-то с Уральского технического колледжа имени Александра Попова и дошли с прекрасных лабораторий на Intel Pentium 1 до вычислительных кластеров на Cisco Hyperflex и процессорных систем на базе Huawei Tinshan. У нас были интересные проекты со школами. Почему здесь план эвакуации показан? Потому что после того, как проект был реализован и наш коллега, который преподавал в этой школе, закончил преподавать, все, план эвакуации сработал. Специалист оттуда эвакуировался, компьютеры еще 4 года подавали признаки жизни, система мониторинга работала, никто с ним ничего сложного не делал. Нет специалиста, нет проблемы. Очень порадовали меня предыдущие докладчики. Расскажу про самый крайний пока опыт взаимодействия с системами. Вот в Московском индустриальном колледже пытались списать компьютеры. Там были неожиданно макбуки 2012 и 2014 года. 2012 год прекрасно подходили под задачи программирования как раз робототехники VAX, но, как вы понимаете, имели некоторые нюансы в операционной системе. Неожиданно решением стало развертывание там Chrome OS, потому что программное изучение VAX либо под Windows, либо как браузер Appliance. И единственное, что прекрасно себя повело, это как раз Chrome OS. Она себя прекрасно чувствовала. На остальные, которые были чуть-чуть пободрее, мы поставили Simply Linux. И по сегодняшний день лабораторные и практические работы прекрасно идут, что в колледже, что в школе, в рамках данных вещей. Ну и на текущий момент развернута лаборатория в рамках РГУ нефти и газа, лаборатория сетевых технологий. Соответственно, привет Simply. На базе Simply у нас развернуто различное программное обеспечение, начиная от, естественно, Cisco Pocket Tracer, GNS3, виртуальных машин и так далее. Соответственно, все это всегда упирается в несколько очень странных идей, но за пределами лабораторий все наши проекты за все вот это время не встречают какой-то классной суперподдержки. Типа, вау, давайте еще больше, быстрее, выше. Во-первых, мы сталкиваемся с простой мыслью. Отсутствует прямо идеология отечественного продукта. Все спрашивают, а зачем? То есть нет понимания, что это зачем-то надо. Причем это не только у администрации и руководства, а в первую очередь у твоих же коллег, которые занимаются тем же самым, что и ты, и обучают студентов. Второе, это, естественно, отсутствие внутренней мотивации. То есть у меня сейчас работает. Первое правило айтишника — работает не трожь. Зачем ты лезешь со своими предложениями, зачем что-то менять? Вот же глупость. Третье — это внешняя перемотивация, когда вдруг приходит разнарядка, чтобы завтра у нас к утру было столько-то переведенных и так далее. Это очень забавная ситуация, это очень интересная разнарядка. Но в целом такие вещи не кончаются добром, мы будем делать назло, потому что мы же самые умные, ничего хорошего нам никто никогда не советовал. Еще одна проблема, которая всегда складывается, это кто бреет бродобрее. Кто учит тех специалистов, которые будут дальше учить специалистов? Вот подскажите. У меня это всегда проблема. Как только я выращу себе следующую смену, приходит какая-нибудь компания и говорит, слушай, какой ты классный, вот тебе x2, x3, x4 зарплатка и прям отличные условия. Пойдем к нам. И ты такой остаешься, у тебя как бы ты в парня или в девчонку вложил 2-3 года жизни, и они спокойно ушли в какую-то компанию. За ребят-то я рад, но как бы дело делать, кто будет, развивать образование. Соответственно, этот вопрос тоже остается открытым. Ну и социальный запрос. Мы всегда сталкиваемся с двумя крайностями. Первая крайность, если у нас компания небольшая, ей дешевле купить специалиста у другой небольшой компании. Готовить, вкладываться и давать нормальную обратную связь, это небольшая компания, не готова. Если компания, не дай бог, большая, это Росатом, Ростех, Ростелеком и так далее, они говорят в следующее. Ребят, ваше образование, конечно, классно, вы там читать, писать, научите. А дальше у нас есть корпоративная академия, в рамках которой мы проведем отбор, доучим, и будет все хорошо. И они это делают хорошо. И в рамках внутреннего обучения в этих компаниях мы действительно получаем очень хороших специалистов. Ну, все время себя ощущаю вот этим вот мальчиком. Кто знает из какой книжки? О, отлично. Соответственно, проблема перехода на отечественное ПО, по моему мнению, давно не является технической. Почему? Берем и пользуемся. Все. Для современного студента вот очень интересные доклады, но по своему опыту я не вижу, что есть проблема в программном обеспечении. Что даешь, тем и пользуются. Уже лет пять не задают вопросов, почему, зачем, нам неудобно, страшно, интерфейс и так далее. Ну, вот у меня, видать, такие студенты, которые надо это, берем это и спокойно пользуемся. Просто изучаем следующее. Но очень важна идеологическая проблема, которая отсылает нас к предыдущим пяти пунктам. Как это можно починить? Можно пойти по пути ЦИСКа, можно пойти по пути Хуавея, не надо ходить по пути, как это делала компания Делинк, можно пойти по пути ВМВА и так далее. То есть протаренных дорожек на самом деле много. Все очень интересно, кто же пойдет туда. Итак, как бывший тренер ЦИСКа с стажем с 2014 года, мне, наверное, очень близка идеология, которую в свое время заложила компания ЦИСКа. Помашите, пожалуйста, рукой, кто вообще знаком с ЦИСКа академиями. Так, тоже не очень большое количество. Хорошо, кто с Хуавея академиями знаком? Так, еще меньше, отлично. Это показывает, что у нас с вами есть, так сказать, разный опыт. Резонный вопрос, почему я вам про сетевые технологии на форуме про программное обеспечение рассказываю. ЦИСКа в первую очередь мне показала, что не надо учить технологиям каким-то, надо учить инфраструктурным решениям. И она спокойно закрывала аппаратную часть, программную часть, часть разработки, часть внедрения и, главное, часть обслуживания. Соответственно, первая проблема, которую решила ЦИСКа, она сделала себе штат технарей, то есть тех технических специалистов, которые в дальнейшем организуют потребность. Вторая проблема, которую решила ЦИСКа, это выход на ВГОС. Соответственно, если вы почитаете текущие ВГОСы для СПО, среднего профессионального образования, вы прекрасно будете читать учебные программы ЦИСКа. Они туда ложатся 100% и идеально. С ВПО значительно сложнее, потому что ВПО более, я бы сказал, размыто, сформулировано, но практически под 10, 9 и 11 группы специальностей все учебные курсы ЦИСКа ложатся тоже прекрасно. Видно, что там этот код пробегал и хвостом хорошо махнул. Кроме этого, ЦИСКа обеспечивала отличную инфраструктуру. Это единый учебный портал, это центры поддержки, то есть не один вендор поддерживает большое количество различных академий, а есть региональные центры поддержки, которые занимаются и обучением, и внедрением, и развитием преподавателей, и так далее. То есть на себя оттягивают класс задач. Кроме этого, есть понятие бандла оборудования, то есть в рекламной акции выдавалось пакет оборудования, на котором можно было много интересного творить, и ты потом, как наркоман, говорил, блин, мало, мне еще надо. Очень хочу, чтобы у каждого студента был такой бандл оборудования. Снова про интеграцию во ВГОС, то есть мне не надо заморачиваться как преподавателю, что-то где-то искать, я могу из любой точки своей учебной программы сослаться на уже готовые материалы. Отдельно стоит логика сертификации. Подскажите, пожалуйста, по какому-нибудь российскому вендору вы видели красивую пирамидку? Вот здесь точка входа тебя как человека, который умеет читать, а вот здесь ты архитектор. Есть по какому-то программному продукту или по аппаратному? Узко специализировано сильно. У ЦИСКИ, как только набираешь сертификацию, все, у тебя все картинки, вся реклама про это. И преподаватель и студент понимают, шаг первый, шаг второй, шаг третий, вот уже принят на работу куда хочешь. Здесь прекрасный анекдот, приходит студент, говорит, мне надо обучиться ЦИСКИ. Я говорю, почему? Ты же уже выпустился. Он говорит, меня на работу не берут. Я говорю, хорошо, мы с ним за полгода все разобрали, сертификацию он сдал, пришел, говорит, все, отлично, меня на работу взяли. Я говорю, и как? Он говорит, ну все, я Делинки обслуживаю. Вам смешно, но это не разовый случай, это как бы такая марка, когда в определенных вещах студенты берут. Ну и естественно много маркетинга, про который мы не будем говорить. Кроме этого, ЦИСКИ очень хорошо зашла идеологически с трех сторон. Первая сторона, это со стороны педагогов. Очень большой класс педагогов, я говорю в первую очередь про педагогов СПО, поверили, что это хороший путь, который сокращает их энергозатраты, увеличивает КПД. Второе, это заход со стороны Минобра, когда вот эти вот большие классные дяденьки и очень умные тетеньки, они эти слова знали, и когда ты им говоришь, мне нужно финансирование вот на это, в голове уже заложено, что за финансирование и на какие цели оно есть. Ну и естественно отдельно стоят потребители студентов, это потенциальные работодатели, которые на примере анекдота с сертификацией ЦИСКО и работой на оборудовании D-Link, знают, что если человек это освоил, то без разницы, какое дальше ему оборудование выдавать, проблемы с ним не возникнет. Чуть позже обсудим. Смотрите, если мы возьмем в 2012 году свалившееся на нас прекрасное движение WorldSkills, помышите рукой, кто его знает. Так, есть. Хорошо, кто одобряет? Отлично, тем более отлично. Решила еще одну проблему. Во-первых, это обучение 5000 мастеров, то есть можно обучиться, повысить свою квалификацию за счет государства чисто практически. Соответственно, это гранты на мастерские и это отличная возможность поездки между площадками для того, чтобы посмотреть, как это работает. Как итог, есть большой объем амбассадоров, ну здесь уже их называли евангелистами и так далее, то есть тех людей, которые верят в это и которые готовы это продвигать. Зачем своей академии Ростелекому, Ростеху, Росатому, Сбербанку, Газпрому, Яндексу, вообще всем? Потому что, наверное, это опять-таки мое предположение, все не видят КПД от текущей системы образования и пытаются переделывать то, что мы с вами делаем в том числе. Какие здесь пункты для работы? Трек сертификаций, я его уже прокомментировал, центры поддержки академии. Без этого, к сожалению, не развить целого сообщества. Платформа для обучения, где преподаватель больше, чем человек, который просто дает почитать материалы, он этим управляет. Это вхождение во ВГОС-СПО, во ВГОС-ВПО, ну и, естественно, это подготовка методических пособий и литературы для различных учебных программ. Не очень адекватная табличка, не очень адекватное сравнение. Оно здесь только для того, чтобы вы его поругали и предложили, какие критерии могут это все улучшить. Здесь, естественно, взяты те вендоры, которые могут решить проблему. Базальт-СПО, Астра, Редос, ЛТЭКС и КюТЭЧ. КюТЭЧ взят, потому что он активно пытается, но у него пока ничего нет. У ЛТЭКСа кое-что есть, но он не закрывает именно инфраструктуру. При этом сейчас поле, с которого активно ушла ЦИСК и Хуавей, остается пустым. И, наверное, имеет смысл сообществу его занять. То есть тем, кто интересуется образованием и развитием всего этого, может быть, стоит приложить усилия для того, чтобы организовать процесс подготовки специалистов по нашим с вами пониманиям, как это должно быть. Со своей кочки мне не видно, что происходит глобально. Я делаю, как обычно, что могу. Мы работаем в рамках сотрудничества с Росатомом. Мы проводим в рамках студенческого цеха обучение для ребят, которые изъявили желание в рамках движения Росатома с колледжей, с вузов. В частности, я преподаю на примере Базальта. Мне просто нравится. Кроме этого, есть отдельные юниоры Росатома. Там мы тоже даем именно прикладные вещи по операционным системам. Но опять-таки моя фишечка, что я даю на примере Росатома. Кроме этого, развитие цифровых кафедр в вузах – это инструмент. Профильные лаборатории в ведущих вузах могут стать центрами поддержки для таких вещей. Отдельно стоит чемпионат хай-тек. Это чемпионат работодателей, на котором можно откатывать любые технологии, которые потом применять в образовании. Ну и, наверное, интересно то, что приходится сейчас использовать либо устаревшие учебники, либо писать самостоятельно какие-то разработки. Но публиковать их можно в различных широких базах для того, чтобы к ним имели все доступ свой. Голоса из реального сектора, кто успеет, прочитайте, но картинка вроде как все описывает. Здесь комментарии, наверное, излишни. Картинки были взяты с этих ресурсов. Ну и все, готов подождать, чтобы кинули тапочком или задали вопросы. Спасибо большое. Поделитесь, пожалуйста, опытом внедрения лабораторных классов особого обучения, например, робототехнического класса. Вот вы про это говорили. Я, правда, не понял, робот-вакс или все-таки векс? Векс, векс. Вот векс, как его запустить на свободном программном обеспечении? То же самое и про лего, который ушел. Лего мы не знаем. С лего у меня задача не стояла. С вексами нам приехала партия векс 12 плюс и 14 плюс. Это два направления. Тогда еще WorldSkills Junior. Сейчас, наверное, профессионалитета. Взяли ноутбуки, развернули на ноутбуках Chrome OS. В Chrome OS добавили плагин, который позволяет программировать эти решения из браузера. Запустили учебный процесс. Все. Все на Chrome OS заработало? Все на Chrome OS заработало. Единственное, что там не заработало, нельзя перепрошивать сами устройства, ну то есть обновлять прошивку. Это делается не школьниками, поэтому проблемы здесь нет. А программирование через браузер? Да. Через плагин? Все прекрасно отработало. Так, вопросы еще есть? Пожалуйста. Почти полметра не хватает. Спасибо. Вопрос вот какой. Вы говорите о лабораториях в СПО, то бишь среднем профессиональном образовании, высшем образовании. Вся проблема в том, что я представляю Педуниверситет Ярославский. Но кроме информатика, у нас есть еще учителя физики, географии, химии, биологии со своим цифровым оборудованием, с унаследованным ПО. Вот для меня ключевой вопрос. Мы готовы переходить на СПО, то бишь свободное программное обеспечение, но как быть с унаследованным софтом и железом? Вы как-то этот вопрос продумывали? Есть ли на него какие-то ответы? Спасибо. Ответ простой. Он звучит очень просто. За пределами моих лабораторий не взлетает. Почему? Потому что вы все правильно сказали. Единственное, что у нас есть прекрасный кейс работы с военным заводом, куда мы начали отдавать своих выпускников. На военном заводе стояло большое количество внедрений Microsoft, оплаченных, не оплаченных. После того, как туда начали прогружаться наши специалисты, выяснилось, что часть задач можно решать другими методами. И вот уже 5 лет они идут очень маленькими шажками, но в правильном направлении. По крайней мере, сервера и сервисы 70% переведены. Это именно силами IT-отдела. Но это все не взлетит, если мы не будем решать задачу подготовки специалистов, которые готовят специалистов. Это все опять-таки закольцовано. Есть еще вопросы? Спасибо вам большое. Да, пожалуйста.